Всем привет! Меня зовут Иван, и я преподаватель в онлайн-школе программирования Pixel. Сегодня мы создадим красивый дом в Майнкрафт с помощью языка программирования Python. Если вы еще не знаете, как установить необходимое программное обеспечение для управления Майнкрафт с помощью Python, то видео на эту тему вы сможете найти на нашем канале. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео! Для того, чтобы создать наш дом, нам в первую очередь необходимо импортировать в библиотеку MCPI. Затем объявим переменную, в которую поместим команду для проведения операций в игре, а также переменную, в которой будут содержаться координаты нашего персонажа. Далее создадим переменные, в которых будут содержаться ID необходимых нам блоков. Если вы хотите использовать для строительства своего дома другие блоки, но не знаете их ID, то исправить это можно следующим образом. Переходим в папку Minecraft Tools и находим там архив Minecraft Python API. Открываем этот архив, переходим в папку MCPI и находим там файл блок. Затем копируем этот файл из архива в любую удобную для вас папку и открываем его. Теперь вы можете увидеть ID интересующих вас блоков. Далее нам нужно создать переменные, которые будут отвечать за размеры нашего дома. Я сделаю дом шириной 6, высотой 5 и длиной 10. Вы же можете поэкспериментировать, подставляя в соответствующие переменные другие значения. Затем объявим переменные, которые будут содержать координаты нашего персонажа по разным направлениям, чтобы создавать дом близко к нам. Для того, чтобы при создании дома наш персонаж появлялся не внутри строения, а рядом с ним, сделаем сдвиг на единицу по осям X и Y. Теперь можем переходить к строительству. Для создания протяженных построек удобно использовать функцию setBlocks. Функция setBlocks принимает 7 аргументов. Первые три аргумента задают координаты первой точки. Вторые три — второй. А седьмой аргумент принимает ID блока. Между двумя точками создаются блоки, указанные в седьмом аргументе. С помощью объявленных нами ранее переменных и функции setBlocks создадим наш дом и заполним пустоту внутри него блоками воздуха, а также создадим вход в дом и окна. Субтитры создавал DimaTorzok С помощью все той же функции создадим из трех плит разных размеров крышу нашего дома. При этом самая верхняя плита будет сделана из светящегося камня, чтобы наш дом подсвечивался в темноте. Субтитры создавал DimaTorzok Запустим программу и посмотрим на результат. Сейчас мы можем наблюдать застекленный дом с крышей и входом. Для того, чтобы наш дом был более уютным, создадим внутри него книжный шкаф и кровать с помощью функции setBlocks. Субтитры создавал DimaTorzok После просмотра этого видео вы также можете добавить к вашему дому все, что захотите. Запустим программу и посмотрим на результат. Мы видим, что в нашем доме появился книжный шкаф и кровать. Чтобы лучше разобраться в управлении Minecraft с помощью Python, записывайтесь к нам на онлайн занятия. А чтобы не пропустить новые ролики по этой теме, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Также не забудьте подписаться на наш Дзен.